Границы границам рознь. То есть, на самом деле, экономические границы, например, сейчас в мире и так значительным образом стерты. Когда кто-то говорит, что вот американцы производят айфон, ха-ха-ха, мне хочется сказать. Айфон, если посмотреть, где он произведен, то обнаружится, что он произведен в Малайзии, в Китае, Сингапуре, еще масса разных комплектующих из трех стран мира. Если бы американцы делали айфон именно в Америке у себя, то этот айфон бы стоил не 50 тысяч, а 500 тысяч. И фирма Apple была бы известна узкому кругу знатоков, так же, как фирма Cartier, например, которая выпускает очень интересные вещи для очень узкого круга лиц. Поэтому, конечно, это продукт всего мира. Мы не должны обманываться политическими границами различных государств. Потому что политика существует в своем измерении совершенно, а экономика в своем. И поэтому, конечно, не американцы делают айфон. Его делает весь мир. Американцы имеют определенные патенты, те самые авторские права и прочие вещи, развивают какие-то определенные направления, технологии, которые нет у исполнителей определенных. Но мы просто, когда говорим, что некое благополучие Америки держится за счет того, что они там что-то такое изобретают, то нужно понимать, что на самом деле благополучие держится за счет того, что существует огромная мировая система эксплуатации. То есть, когда есть страны первого сорта, второго, третьего и так далее. Страны третьего сорта, они недополучают прибавочную стоимость определенную. Они просто эксплуатируются. Их доход определенный оседает в странах первого сорта. Но это прежде всего та же Америка, которая может поделиться частью своего дохода со своими союзниками или вассалами, неважно, как их называть, японцами, европейцами, Англией, Южной Кореей, еще теми, Израилем, еще теми, кто, собственно, им нужен. Дальше идут те, с кем можно делать все, что хочешь уже. То есть, это не тот самый третий сорт. Это не союзники, не вассалы, не подчиненные. Но они встроены в эту экономическую систему. Это не просто, мы говорим, отдельная страна, например, Бразилия, которая плохо живет, потому что она не слушается американцев или еще что-то там делает. Потому что она на самом деле просто не относится к первосортным, по их понятиям, а встроена в экономическую систему США и эксплуатируется самым нещадным образом той же самой Америкой. Поэтому, если мы сравниваем что-то, мы должны сравнивать экономические системы. Экономическую систему Китая или Россия отдельно с теми ветками и корнями, которые в мировом экономической системе куда-то пущены. И там уже смотреть на определенную эффективность. И когда мы увидим там, что, например, наш какой-нибудь там самолет, к примеру, который лучше, чем американский по всем тактико-техническим характеристикам, стоит в 10 раз дешевле для нашего ВПК, для нашего правительства, то это означает, что мы эффективнее в 10 раз. И когда мы создаем, например, атомную подводную лодку, ее в мире могут создать только американцы и англичане. Ну, совместные у них как бы одни и те же технологии. А на самом деле атомная подводная лодка – это самая технически сложная вещь в мире. То есть не айфон – самая сложная вещь техническая, а атомная подводная лодка, которая одновременно является и атомным реактором атомной станции, и кораблем, который плавает, да еще и под водой, и одновременно космодромом, который запускает ракету из проводы. То есть вот это все три в одном. То есть технически самый сложный объект на Земле. И мы это делаем. То есть в этом смысле говорить о том, что мы какие-то отсталые или еще какие-то… Это может только дилетант, человек, начитавшийся каких-то оппозиционных газет, книжек, блогов и так далее.